Здравствуйте все дорогие друзья, с вами Ромулус и вновь мы продолжаем странствие просторами Средиземья. Итак, подготовка к будущей войне идет на всех возможных порах. Войско у нас на юге практически готово будет через десяток ходов, а также через десяток ходов, может быть даже и быстрее, я начну войну с Мордором. Так, ну уже на следующий ход мы будем продолжать странствовое. Вообще интересно, насколько реальные шансы у Дейла завоевать Мордор, полностью внутреннее пространство Мордора покорить. Шаг за шагом может и выйдет. Как вы помните, когда это Роханом все осуществлялось, достаточно немалое количество армий потребовалось на разбитие Мордора. Ну, в отличие от Рохана, у нас здесь нет хорошей конницы. Так что лучников противника так просто нейтрализовать не получится. Но, лучники, которые находятся у наших полководцев, конечно заслуживают уважения, просто бронебойные ребята. Так, что тут у нас еще будет? Гномы, как обычно, не вмешаются в нашу... Кстати, с Харадом интересно, я еще в Союзе или нет. В какие случаи построить дипломата. И Гондору его прислать. Так, здесь у нас есть строение. Здесь тоже будет. Вот так, ну пусть все войска собираются. Главное, конечно, наше богатство это командира. Превзойденная сила. С которой будут считаться все противники. Так, здесь сформирована первая армия. Все. По сути, мы уже готовы. С удовольствием! Моя рода. Впоследствии с твёртой. Встреча с твёртой. И вновь. Так, Тритон. Где он у нас? Так, отлично. Как раз одного здания мне здесь не хватало. Для полного счастья. Ладненько, едем дальше. Всё же, если воевать, то надо по двум направлениям нападать на противника. Когда неинтересно сразу напасть, завоевать. С одной стороны и с другой стороны потом обороняться. Нужно уже двигаться и замкнуть Мордор в его внутреннем просторе. Вообще, Толкин молодец. Фактически с нуля создать целую вселенную. Мир. Разные персонажи, расы, историю. Всё это продумать в воображении одного человека. Это действительно заслуживает уважения. Ну, не зря. Толкинизм. В мире нашёл миллионы последователей. Служить те же языки. Которые присутствовали здесь. Ну, как минимум, надо было быть очень образованным человеком. Иметь представление. О многих вещах, чтобы такое совершить. Во всяком случае, у меня лично вызывает уважение этот человек. Как человек талантливый. Так, здесь у меня что есть. Здесь. Что ж, есть позитивный баланс определенный. Нам его хватит на какое-то время. А наши войска потихоньку подходят к Мордорской крепости. Будем готовиться к войне. А, да, война нам нужна. Так, надеюсь, Гондор эту деревню не продует. Иначе нам не повезёт. Вообще, ставку я делаю исключительно на своих полководцев. Пока что сильных юнитов родной фракции у меня нет. Самое сильное, что есть, это действительно войска полководцев. Они, во-первых, отстреляться могут хорошо. А также могут неплохо-таки в рукопашном бою. Добавить наших противников. Так, ну что, практически сформировано войско. Так, удалили. Есть что там? Здесь тоже есть прогресс. Даже в Амонгханде у нас есть прогресс. Так, отлично. Так, и дипломат тоже появился. Вот это вот праздник. Есть ли у меня союз пока с Харадом? Да, но он пропадёт обязательно. Вряд ли Харад нас выберет в качестве своих союзников. Хотя я бы хотел бы. Очень хотел. Так, у противника даже лучники появились. Вот негодяи. Ну ладно. В любом случае, сейчас предстоит нам начинать большую кампанию. Которая непонятно непредсказуемое явление. Можно разбить всех на том, резко раз. И одна из армий появится в сердце Мордора. Иногда даже не одна армия может появиться. В общем, опасные ребята эти Мордовчане. Или Мордориане. Всё, на следующий ход буду выступать уже этой армии. Так, что по строительству? Вот и есть, что нам развивать. В крепости я постараюсь сразу лучших из лучников построить. Так, а здесь наконец-то начинается большая-пребольшая война. Фигово. Ну ладно, расторжение союза для меня не было чем-то сверхъестественным. Так, сколько саждать нужно? Пять ходов. Ну, может быть, я выдержу эти пять ходов. Даже воевать не придётся. Так, ну тут самое интересное то, что будет твориться на Южном фронте. Поскольку мы в сердце Мордора, там никого нет. А может быть, там огромная армия сидит уже. И поджидает нас. Ничем не нравится Мордор так тем, что у них есть тяжёлая пехота, которую не всегда легко можно лучниками выкосить. Иногда приходится большие усилия к этому прикладывать. Так, есть, есть. Ну вот. Хотя нет, единственное, что тут тролли есть. С троллями наши лучники справятся. Так, четыре хода. Пока вроде никто из соседей на нас не пошёл. Ладно, будем ждать. Торнбург обязан быть нашим, поскольку это критическая, можно сказать, точка для нас. Если я её захвачу, то, скорее всего, захвачу северную крепость Мордора. В густых эльпийских некогда лесах, но посмотрим, что будет. Так, на слюга. Вроде пока никто не идёт на нас. Три хода ещё ожидаем. Что ж, вторая армия тоже идёт на врага. Через четыре хода будем осаждать. Новую крепость, новый замок. Так, здесь я куплю тоже разведчика. Ну что, братья. Гондарчане. Будем праздновать единение. Как вы видите, наша военно-экономическая мощь позволяет государству процветать, развиваться, добиваться новых побед. И достаточно хорошо себя ощущать. Здесь у нас тоже будет популяция в скором времени. Ну хорошо, едем дальше. Союз с Гондаром нам просто необходим, а также желательно получить свободный проход по общим территориям нашим, так же как и с эльфами. Дабы имелась возможность благополучно воевать со всеми противниками. Кстати, орки, когда ими играют компьютеры, воюют против них компьютеры, достаточно долго могут жить. С нами-то они долго не проводят времени, но вот с противником бывает очень даже долго. Так, расширение города, наконец. О, да, будет у нас тут портовое хозяйство. Так, здесь, наверное, я птицеферму построил. Так, здесь у нас амбара не хватает. И в Монгханде будем строить кожаную мастерскую. Хорошо. Ты же не терпел. Та ё-моё, откуда у них такие силы тут взялись? Неужели готовятся на меня нападать? Семь ходов могут ещё продержаться. Вот, негодяи. Да, битвы на юге у нас нелёгкими будут. Что касается Торнбурга, скорее всего, противник будет нас атаковать в последний ход, если не подведёт южную армию к нашим рубежам. Так, ну что ж, есть или нет? Вроде бы нет никаких дополнительных армий здесь. Наверное. Заключим союз. Замечательно. Сведения о карте. Давайте права прохода. Я вам 3000 подарю. Отлично. Так, замечательно. Множество новых земель мы открыли. И 3000 не такая большая сумма. Так, чего вам тут не хватает? Теперь мастерская луков. Ух ты, ё-моё. Два тролля в войске. Да, это горячая будет битва. Я даже не знаю, победим ли мы в ней. На самом деле, очень интересно, как она будет происходить. Гондору не сладко. С двумя фракциями одновременно вести войну с первых ходов. Это вам не подарочки. Так, а теперь за Тормун будет сражение. Ну что у них меня не устраивает, так это 60 лучников. Пусть даже с небольшими потерями, но все равно победим. Часть и противостояние двух крепостей. Трилогия замечательная у нас. Ну что, наверное, поближе будем выстраивать наши силы. А нет, можно и по-другому поступить. Нет, наверное, будем сразу выстраивать силы. Нечего играться с противником. Отлично. Вот так вот будет построена наша армия. Все отлично. Теперь осталось выстроиться в этот порядок. И начать уничтожать противников. Все, противостояние началось. Так, первый залп уносит, наверное, процента 3-4. Так, ну пусть собираются. Чем ближе они к нашим позициям, тем больше у них потерь будет. Так, 7% уже до подхода. Так, отлично. Выведу я своих полководцев теперь на передовую. Пусть дадут жару противнику. Так, мы потеряли 10% противник половинного армии. Главное, что в бою участвуют мои полководцы. Так, ну я не дам противнику так легко убежать. Мои полководцы постараются добить все силы противников. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Да не хуже эльфов. Отлично. Ну все, до последнего будем вести эту битву. Надо максимально прокачать моих юнитов. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, тяжело противникам смотреть на их собственную гибель. Так, 20% армии мы потеряли. Немало это потери. Как вы видите, Мордор достойный соперник. Ну ладно, прокачали мы наших юнитов. Насколько возможно было. И все. 200 человек за это заплатили своим... Понятно, что еще с югом будет. Останется ли Гондор владельцем этой деревни или нет. Ну, Гондор молодец. Сумел захватить плацдармы на вражеской части континента. Поэтому его уже очень сложно будет победить нашим противникам. Так, ну ладно, давайте практиковаться. Построим все, что нужно. Главное, чтобы война начата. Так, отлично. Построительство и вновь завоеванное селение. Будет, конечно же, культуру развивать. Так, а что тут с культурой? 18% наша. Ну, тоже хорошо. Так, а что касается Рохана, союзник ли он нам? Да? Майлор. Отлично. Давайте картами обменяемся. Дайте право прохода. Я вам еще 2000 подарю. Ну, почти 2000. О, нажали. Так, все, мы это видели уже. Хорошо. Пока что, я думаю, стоит посидеть в этой крепости. Хотя бы несколько ходов. Теперь предстоит не менее сложная битва. Надо будет троллей забить. Почему я говорю троллей? Потому что остальные юниты просто уже не в счет. Вот здесь мы можем и 200, и 300 юнитов потерять. Большая надежда на мои бронебойные отряды полководцы. Быть они сумеют стрелять большую часть этих троллей. Ну что, пойдет ли против? Нападение. Нет. Молодец. Опять нас заставляют бегать за собой. Противник явно думает, что это ему как-то поможет. В идеале, конечно, если бы противник немного протупил, простоял на месте, мы спокойно выпустили весь наш арсенал. По врагу. Опять же, повторюсь, это в идеале. Не всегда такое бывает. Это большая редкость. И люди тоже могут быть превосходными лучниками, что и доказывает, собственно, Дейл. Так, есть первый залп по противнику. Пусть пока он просыпается, хотя бы несколько троллей падет. Ну, ребята. Ах ты, е-мое, живучие какие. Ладно, у меня еще много стрел есть. Ну, хоть один. Треть боезапаса выстрелили, до сих пор никто не пал. Это несправедливо. Так, есть первый. Отлично. В идеале бы целый бы отряд троллей вынести. Было бы прекрасно. Четыре тролля уже. Так, а вы куда? Да, очень много стрел просто мимо летит. Мимо наших мишеней. Ну что ж, два тролля осталось в этом отряде. Так, может быть, хотя бы одного здесь удастся уничтожить. Я выставлю все-таки полководца вперед, мало ли. Ну, хоть одного. Так, все. Конец, троллим. Баттл очень много в нашем favor. Виктория будет нашим. Так, завязалась основная битва. Тролли погрязли в нашей армии. Недолго им здесь прожить. Так, давайте выстоим. Куда-то вот сюда. Так. Да, немножко лагает у нас массовость это. Так, отлично. Но я не думаю, что тролли будут убегать. У нас такие ребята дерзкие. Так, два тролля осталось. Да, замечательно. Мы 10% армии потеряли. Всего лишь навсего. Так, превосходно. И снова противник убежит. Да, до бесконечности это бегство может продолжаться. Так, ну что ж. Остатки наших армии. Должны собраться и дать по врагу. Да, вот так и случилось. Незначительная часть вражеской армии уцелела. Мы 12% армии потеряли. Ну ладно. Если что, новую построим. Главное здесь захватить сейчас один город и одну крепость. А потом можно и перемирие заключить. Так, ну еще одна будет у нас красивая битва. Порвем мы три отряда вражеской пехоты. И никакая. Да, он там может зарабатывать там по своих селениях. Скажем, там с Барадуром может заработать. Ну. Мало городов. Слишком мало для победы у противника. Так. Моя полководца непробиваемый авангард. Он всегда будет впереди. Так, а давайте вот сюда поставим. Так, ну все. Мы в стратегически выгодном положении находимся относительно противника нашего. Все, конец. Половина силы растает до подхода к нашим позициям. Так, 8, 10, 14, 18, 20. Ну да, до половины силы желательно, чтобы растаяло. Что не растает, то должно убежать. Так, есть половина. Даже больше немножко. Так, ну что, можно пехоту подвезти. Противник дрогнет, как минимум. Вот и все. Как видите, эту битву мы без потерь явных проходим. Есть небольшие потери среди наших полководцев, но это все не в счет. Так, кто у нас тут самый борзый? Так, отлично. Все противники решили убежать. Давайте по охране полководца. Давайте по охране полководца из всех возможных направлений. Постреляем. Вряд ли он уцелеет после такого массированного обстрела. Так, и полководец их в попытке убежать. Да, страшно бежать под градом наших стрел, но может быть и выйдет у него. Ну. Ай, молодец. Все-таки вышло у него убежать. Ладно, не будем преследовать этого полководца. В любом случае, сейчас мы в городе настигнем его. Возьмем город в нашу копилочку. В нашу имперскую копилочку. Так, покончить с Оркана. Так, отлично. Ну что ж, продолжаем. В любом случае, этот город будет наш через ход или на следующий ход. Вообще, в идеале, я вижу, что наша армия может наполовину состоять из полководцев, лишь бы и были. Да, это не дешевое удовольствие содержать такое количество полководцев. Но это гораздо дешевле, чем проиграть. Не везет нашим лазурщикам. Второй раз уже разбивают. Ладно, на следующий ход у нас будет здесь штурм долгожданный. И завоюем это селение. Так, что у нас тут? Давайте, наверное, построим культурное здание. Ибо наша культура здесь и не пахнет. Так. Ну что, здесь тоже неопределенная пока ситуация. Если противник с юга не будет беспокоить, я пойду на север. Наверное, подготовит себе какой-нибудь гарнизон. Хотя бы самый минимальный. К этому моменту. Так, мы здесь кого-то можем докупить. Хорошо, едем дальше. Да, в идеале взять бы черные врата было классно. Лишь бы лучников там хватило на это дело. Я готов был бы отдать эльфам ту крепость, которая находится в лесах. Ту мордорскую крепость. Но вряд ли они ее возьмут. Это как обычно будет в эти восстания. Еще мордор захватит половину эльфийских городов. Такое вот, как ни странно, не редкость. Так, отлично. Ну что ж, пока есть возможность. Буду выходить отсюда. Попробую взять бороду. Если получится, то битвой. Если нет, то уж как выйдет. Да, я думаю, хорошая пора собрать сейчас армию дополнительную. Все у нас для этого есть в настоящий момент. Так, отлично. Построили кое-что. Хорошо. Ну что, пора захватывать город противником. Полюбил я, конечно, полководцев наших. Они умеют делать свое дело качественно. Вот реально легко его можем перебить на расстоянии. Но если больше, то надо... Чтобы добыть себе эту победу. Так, отлично, ребята. Сейчас все пройдут куда нужно. Где-то вот сюда нужно встать. В идеале. Так. Ну что, сколько мы там? 12% армии уже уничтожили. Давайте телохранителей. Так, отлично. Половина армии как и не бывало. Как красиво лежат наши противники. Просто в каком-то строевом порядке они упали. Так, ну все, пора, наверное, брать в рот. Нашими же полководцами пойду я штурмом брать их позиции. Так, по телохранителям, наверное, стоит выстреляться. Мне интересно, пойдет ли противник в контратаку. Вполне возможно, что он пойдет на этот отчаянный шаг. Так, все должны отстреляться. Есть такое. Ну вот и все. Мягкий, легкий штурм без лишних потерь. Немножко наших полководцев сейчас зайдет в замок противнику. Такая вот у нас малая кучка забегает. И выбивает остатки противников. Молодцы, пехота. Лучше всех выполнили свою работу. Ну, ну, ну. Прекрасно. Так, минус один отряд есть у противника. И последний отряд у них остается. 25 человек. Скорее всего, он дрогнет. Так, ну, кто первый вышел, тот первый и получится. Ну, ну, братцы, давайте. Чуть-чуть осталось. Мало того, что у нас хорошая пехота, она еще прокачана как следует. Так, до последнего бойца длилась эта битва. Ну, тем не менее, Мордор героически проиграл ее тенем. Отлично захватываем мы это селение. Можно в качестве бонуса выйти еще полководцами. Раздать люлей одному отряду лучников. Противника нашего. И на этом уже завершить данную серию. В целом, два селения вражеских захватить тоже не так уж и просто было. Надо было ее содержать долгое время. Так, ну все, с первого же секунды мы начинаем бой. Противник тоже будет пытаться нас обстреливать, но вряд ли чем-то. Это закончится хорошим для него. Так, половину армии уже мы убрали. Не спасают багровые небеса жителей Мордора. Так, 80% противников погибло. Ну, все, практически отыграли мы это все. 4% войск осталось. Победа действительно чистая. Потеряли мы двух бойцов. Но опять-таки все это компенсируем. Вы знаете, судя по описаниям, которые достались нам от этой вселенной, то Номинорцы это было высшее проявление, на что способна была человеческая раса в этой игре. Вообще в этой вселенной. Единственное, ну, это только их возраст. Если бы они были такими же бессмертными, как и эльфы, я думаю, они ничем бы не уступали им. А может быть даже чем-то и превосходили. Ну ладно, друзья, на этом завершаю я данную серию. Как видите, мы достигли значительных успехов. Торнморк захватили. И захватили одно из внутренних селений Мордора. Нурнен называется. В дальнейшем, я думаю, мы будем продвигаться в Мордор, захватывать новые селения. Хотелось бы захватить лесную крепость Долгудур. И также ближайшую крепость Врата, внутреннее пространство Мордора. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok